Библейский портал экзегет.ру представляет Лемуэл, который непонятно кто, здесь у нас Лемуэл, тоже, кстати, Массаид, какое-то племя, скорее всего. Слова Лемуэла, царя Массаидов, которыми получала его мать. Даже не его слова, а слова его матери, которые он передал. Интересно, у нас впервые заговорила мать в этой главе. Вся книга притчи мужская. Там отец получает сына. Ну, про мать тоже упоминается, но так мельком. И женщина там, в общем-то, только одна хорошая, она премудрость, но это скорее персонификация, аллегория, образ такой, да. А как раз про плохих женщин там очень много. Развратницы всякие, чужие жены, которых надо опасаться. И вдруг мать неожиданно. Вот, наверное, чтобы не думали, читатели этой книги, что вообще женщины это полное ничтожество и ни в коем случае не надо им доверять их слушать. Нет, вот, пожалуйста, буквально то же самое. И темы по учению его матери очень близки к тому, что мы читали в предыдущих главах. Ну, что, сынок? Что, сын мои утробы? Что, сын моих обетов? То есть, это еще такое лирическое начало. Отец там выходит. Сейчас я тебе расскажу, сын мой, как себя вести. Ну, что, сынок? Вот так очень по-женски, очень мягко. Сын моей утробы, сын моих обетов. То есть, вероятно, она давала обет, если он родится здоровым, что она там жертву принесет или что-то. Не отдавай свои силы женщинам. Не выдавай своих путей разорительницам царей. То есть, вот, может быть, даже не всяким женщинам, а тем, которые царей губят. Не царям, Лемуэл, не царям пить вино. И не знать и искать себе браги. Кому же? Как раз у них широкие возможности. Почему? Почему им нельзя пить вино? Не то упьются и законы позабудут. И обездоленных лишат правосудия. Вот, власть должна быть трезвой. Иначе она рискует нарушить правосудие в своей стране. Дайте браги тому, кто гибнет, и вина, кому горько на душе. Выпьет и забудет свою бедность, а несчастье своем не вспомнит. Вот, алкоголь — это средство забыться в беде. Это не удовольствие. Хотя удовольствие и есть, конечно. Это опасность. Мы читали в книге притчи об этом. Но самое главное, царям это не подобает. Это подобает всем, кому надо в беспамятство впасть. И вместе с тем, говори за того, кто не может сказать, за права тех, кто бессилен. Говори в защиту справедливости ради прав нищего и несчастного. То есть для царей главное не вино, а установление справедливости. И защита тех, кто не в состоянии постоять за себя. Ну и еще, поскольку, значит, не надо отдавать своих сил, своих путей разорительницам царей, то кому же надо их отдавать? Что все женщины такие плохие? Книга притчи, в которой так много сказано о плохих женщинах, завершается гимном добродетельной жене. Его прочитаю целиком, потом обсудим. Он, кстати, написан окройстахом, то есть каждая новая строка начинается со следующей буквы алфавита. Но перевод этого не отражает совершенно. Как найти хорошую жену? Она дороже любых самоцветов. Уверена, в ней сердце мужа. С ней он без прибытка не останется. Платит она ему добром, а не злом во все дни своей жизни. За шерсть ли берется, за лен ли, ищут работы ее руки. Она, как корабль торговый пропитания, добывает вдалеке. Еще ночью она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок. Присмотрит поле и купит его. Разведет виноградник, трудом добыв средства. Мощью опоясаны ее бедра, силы в ее руках. Видит, что хорошо идет торговля, и не гаснет ночи ее светильник. Руки ее тянутся к приалке, а пальцы не отпускают веретена. Ладонь ее раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Снегопад семье ее не страшен. Вся семья одета двойной тканью. И себе она мастерит наряды, влен и шерсть багряную одеты. Знает мужа ее у городских ворот. Сидит он среди старейшин своей земли. Щет она рубахи на продажу, пояса для купцов ханаанских. Облекается в силу и достоинство, и радуется наступающему дню. На устах у нее слово мудрости, наставления благие на языке. Следит, как идут дела дома, и не напрасно ест свой хлеб. Встают дети и славят ее. Муж ею не нахвалится. Много было достойных женщин, но ты превзошла их всех. Обаяние лживо и пуста красота. Но хвала жене, что боится Господа. Воздайте же ей по заслугам. У ворот городских дела ее восхваляйте. Этот гимн, он параллелен в каком-то смысле портрету царицы премудрости, который был у нас в первых самых главах. Но если там мы видим премудрость, вот некоторое абстрактное понятие в роли женщины, прекрасной царицы, то здесь ровно наоборот. Здесь мы видим совершенно обычную женщину. Просто женщину, которая в своей жизни воплощает эту премудрость. И в чем ее достоинство? Хорошая жена, вот в оригинале даже сказано, яшет хаиль, то есть буквально это жена силы. Вот ее добродетель, это ее сила. Не случайно здесь мощью опоясаны бедра, силы в ее руках. То есть это не просто какая-то вот такая, ну, женщина, которая все делает правильно, хорошо, но она богатырь. Просто богатырь не на поле боя, а где. Она богатырь. Со своим мужем, со своими детьми, но прежде всего с мужем. И ее качество, это прежде всего трудолюбие. Она берется за шерсть, за лен, чьет рубахи. Такая типичная женская работа. Но вместе с тем, это не просто такая вот работница, которая ни о чем не думает. Она добывает пропитание вдалеке, как торговый корабль. То есть она ведет какую-то торговлю, она вот делами распоряжается, поле покупает, разводит виноградник. И одновременно она не только свою семью обеспечивает двойной тканью на случай снегопада, но ладонью раскрыта для нищего, рука протянута к несчастному. Она еще и благотворитель в своей семье, поскольку, видимо, заведует хозяйственной частью жизни этой самой семьи. А не забывайте себя, себе мастерит наряды. То есть она вовсе не какая-то такая вот зачуханная служанка, которая там где-то сидит. Вот эта красота тоже, но не красота на первом месте, потому что обаяние лживые и пуста красота. Есть ценности более высокого уровня. Знает мужа ее у городских ворот, сидит он среди старичной своей земли. Казалось бы, она тут при чем? А вот, видимо, так устроена их жизнь, что у мужа есть возможность. У него есть вот этот самый, как говорили в советские времена, крепкий тыл. У него есть, простите, возможность сидеть у городских ворот, заниматься общественной жизнью, быть уважаемым человеком, потому что он знает, что дома у него все хорошо. И светильник горит даже еще до восхода солнца. И есть чем накормить семью и служанок, которыми она тоже заведует. Она облекается в силу и достоинство и радуется наступающему дню. Вот в книге и притче еще очень много говорится о радости, о том, что подлинная мудрость, подлинное благочестие, они связаны с радостью, они связаны с удивлением, они связаны с тем, что человек, в данном случае эта добродетельная жена, действительно рада той жизни, которой она живет. И она получает похвалу, похвалу от своей семьи, очевидно, от Бога и от своего народа. «Воздайте же ей по заслугам у ворот городских дел, ее восхваляйте». Последняя строчка. То есть эта женщина, она известна в своем городе, и она получает общественное признание. Почему книга притчи заканчивается этим гимном? Ну, моя первая догадка, что иначе бы слишком как-то вот она мужская книга. Ну, и это взгляд мужчины. Конечно, это похвала женщине, написанной мужчиной, безусловно. Но все равно вот сказать, что женщина тоже человек, и более того, что она во многом и обеспечивает вот эту праведность мужчины, что за каждым этим самым праведником, как правило, есть эта самая хорошая жена, которая дает ему возможность этим праведником стать. Но это немножко слишком просто. А мне кажется, еще такая вот кольцевая структура, то есть царица премудрость вначале, некий абстрактный принцип или даже некое свойство Бога. Помните, в восьмой главе премудрость у нас при сотворении мира присутствовало. И мы можем сказать, смотрите, вот там при сотворении мира что-то было, вот есть какое-то свойство Бога, это все высокое богословие. А у нас тут горшок с кашей, у нас тут дети сопливые, у нас тут, знаете, проблемы ежедневные. Вот это премудрость и вот эти проблемы, это одно. Вот это премудрость, она может выражаться не только в сотворении мира, когда там сыны Божьи ликуют от радости, когда там Господь созидает земные просторы и так далее. Она может выражаться в том, как женщина встает еще затемно, зажигает светильник, чтобы работать, чтобы обеспечить свою семью. Это не быт и проза. Нет быта и проза, которые не могли бы быть связаны с премудростью, которые не были бы частью праведности, которые были бы ничтожны в глазах Бога, в глазах людей. Это все важно, это все едино, это все некий общий принцип, который воплощается иногда в самом неприметном, в самом простом, в самом маленьком. И на этом заканчивается книга притчи. Субтитры создавал DimaTorzok